На спидометре первые 800 километров. Машина 20-местная. Этого достаточно, чтобы в ней разместилась волейбольная или футбольная команда с сопровождающими. Как правило, это тренеры и медик. Автобус планируется использовать для поездок по Краснодарскому краю. О его приобретении на встрече с председателем законодательного собрания Юрием Бурлачко попросили местные жители. Он выделил 2 миллиона рублей из специального депутатского фонда. Раньше были, конечно, трудности с передвижением. То родители везли, то фрактовали автобус, который с известными трудностями и с финансовыми затратами значительными связан. С передвижением общественным транспортом, который не всегда бывают билеты. Поэтому, конечно, очень облегчает эту жизнь и повысит нашу мобильность. Больше соревнований, больше игровой практики, а значит и больше побед. В коридоре лишь малая часть трофеев воспитанников школы в активе. Победы на первенстве России по легкой атлетике. Первое место на чемпионате Южного федерального округа по пляжному футболу. Анастасия Лысенко занимается в школе Олимп более 7 лет. Пару недель назад она привезла бронзу с первенства России по пляжному волейболу. Изначально рассчитывали войти в десятку. Но когда появилась возможность выйти в четвертьфинал, дали соперницам из Москвы настоящий бой. Когда дело дошло до третьей партии, мы начали проигрывать. И проигрывали. Нам осталось два очка, чтобы вылететь из игры и занять пятое место. Но мы собрались и догнали их. И выиграли. Если партия до 15 лет, то мы выиграли их 23-21. Сегодня в Олимпе занимаются более двух тысяч юных спортсменов. По словам тренеров, главная задача на ближайшее время – использовать открывшиеся возможности для улучшения результатов. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.